Тонны металлических балок, огоньки сварки и шум. Здесь в стороне от основных производств Карабашмеди. Круглые сутки идет стройка. Уже в середине следующего года в этом здании заработает серно-кислотное производство. Его смысл в том, что газы, выходящие из печи, не будут выбрасываться атмосферу, а будут улавливаться. И здесь их переработают серную кислоту. Этот проект здесь называют экологической революцией. Сегодня его показывают главе региона. Руководители Карабашмеди рассказывают, почти 90 лет вредные сернистые газы просто выбрасывали в воздух. Жители жаловались на неприятный запах, першение в горле, головокружение. Спуском серно-кислотного производства дышать станет легче, уверяют руководители комбината. Дальше она будет разбираться и с землей, и с водой вокруг города. А что можно с землей сделать? Ну, где-то просто менять, где-то рекультивировать, где-то микроудобрения вносить. Борис Дубровский, как опытный металлург, узнает все детали производства, несколько раз переспрашивает, точно ли выбросы в воздух прекратятся. Подчеркивает, если в городе будет чистый воздух и вода, в Карабаш будут приезжать жить и работать люди. В качестве такого некого амбициозного пилотного проекта я предлагаю все-таки рассмотреть вот эту некую идею. Мы должны изменить имидж города, который назывался самым грязным. Давайте пусть это будет город-сад, да? Идею главы региона сразу поддержали жители города. Цветущим, чтобы газа не было, чтобы нас не травили, чтобы дети наши гуляли на площадке, чтобы площадки были детские во всех дворах, красивые. И вообще, чтобы люди были жизнерадостные, счастливые. А это еще одно предприятие единого холдинга – Кыштымский медиэлектролитный завод. На модернизацию потратили 7 миллиардов рублей, заменили систему газоочистки. Сейчас в Кыштыме планируют строить новые очистные сооружения. Для решения экологических проблем Борис Дубровский советует двум городам объединиться. Анна Арестова, Артем Большаков, ОТВ.